Ребята, всем доброе утро! С вами Светлана, Екатерина, и это очень ответственный завтрак. Я смотрю, в последнее время у нас всё только очень ответственное, очень необычное, очень странное, непривычное, потому что мы личности многогранные. Ребята, сегодня мы с вами поговорим о нашем магазине уютных книжных мелочей, вернее, об уютном магазине книжных мелочей, но мне на самом деле не очень нравятся эти четыре слова, как они сочетаются в одном предложении. Думать что-то новое, но пока не можем. Как вы знаете, в декабре мы делали пробный запуск, чтобы вообще понять и определиться, надо ли это кому-то, и получили такой отклик, что поняли, однозначно надо. И мы уже всерьёз занялись оформлением всех сопутствующих вещей, которые нужны для открытия своего интернет-магазина, и, наконец-то, мы закончили. Наконец-то мы закончили все эти официальные бюрократические штуки. О, да, ребята, сколько подводных камней, это просто пипец. Вот я бы даже сказала так, но сегодня речь не об этом, и, пожалуйста, прежде чем идти в наш магазин, давайте вы досмотрите это видео до конца, послушайте нас, а потом уже спокойно пойдёте. Во-первых, мы со Светой окончательно приняли решение, что у нас будут постоянные коллекции и лимитированные. С какой периодичностью будут выходить лимитированные? Лимитированные коллекции будут выходить по сезону, то есть один раз в сезон, четыре раза в год. Весна-лето, осень-зима. Если наша первая лимитированная коллекция была декабрьская, и там была тема драконы, то наша вторая лимитированная коллекция выйдет в марте. Вообще будет просто грандиозный для нас запуск. С сегодняшнего дня вы же в нашем магазине можете найти постоянные коллекции, которые будут присутствовать всегда. Мы их будем допечатывать. Кстати, открытки котики тоже снова появятся в скорости. По открыткам котики, ребята, это я налажала немножко. Я просто забыла отправить в типографию макеты с котиками и забыла отпечатать дуб-тираж. На самом деле, в нашей постоянной коллекции с сегодняшнего дня должно было... Я тут вижу из... от неловкости вижу из гирлянды. С сегодняшнего дня должно было присутствовать семь наименований. Это пять новых наименований, открытки... ой, ну да, правильно я говорю. Открытки и закладки котики и трекеры чтения, которые действуют у нас в первой половине года. Со второй половины года трекеры чтения появятся уже новые. Мы трекеры чтения решили выпускать два раза в год по шесть трекеров, чтобы хватало ровно на полгода. И постоянно их обновлять, чтобы картиночки там были новые. Ну вот это вот все, да, чтобы не надъедало одно и то же. И постоянные коллекции, кстати, вот пояснения по постоянным коллекциям. Мы их будем допечатывать ровно до тех пор, пока они будут пользоваться спросом, пока их будут покупать. Или же пока они очень сильно не надоедят мне. Так как всей разработкой того, что будет присутствовать в нашем магазине, занимаюсь я, а у меня планы грандиозные. Но если что, все со мной тоже согласовывают. Конечно, без Кати никуда. Планы грандиозные просто. Столько идей, что Катя иногда на меня смотрит и говорит, успокойся, ты уже до 2026 года все распределила. Хватит, притормози. Не надо реализовывать все тут же, сейчас же, как тебе хочется. Давай как-то распланируем все. И да, у нас распланированы все запуски до конца этого года. И чему я очень рада, теперь надо приступать только к реализации. И мы уже работаем над летней лимиткой. И даже немножечко над осенней. Естественно, каждый раз, как мы будем что-то новенькое добавлять в магазин, когда у нас будет мартовская лимитка, потому что для нас это будет самая большая коллекция, мы все это будем рассказывать на нашем канале. Естественно, куда мы еще побежим с этим? Ну и в инстаграме, в нашем Tuttle Girls. По поводу тех самых подводных камней, о которых я говорила в начале видео. Кстати, мы со Светой в нашем магазине четко распределили обязанности. Это у нас работа с художниками, запуски, вот это все. Я же, вот все остальное. Орг-работа. Я творческая часть, она техническая. Ну и единственное, что Светочка еще будет отвечать за нашу бухгалтерию. Это естественно, потому что в этом я ничего не понимаю вообще. Мне в первой половине февраля и в начале января мозг убили. Я вам честно скажу, я ненавижу то состояние, когда ты смотришь и не понимаешь. Теперь на нашем сайте можно все оплачивать карточкой тут же. Вы выбираете доставку. Доставка у нас по-прежнему Почты России. У нас на нее нареканий на самом деле нет. У нас либо заказные письма, либо заказные бандероли. Ну, ребят, пожалуйста. Заказные посылки. Бандероли у нас не будет. Да, но посылки действуют только в том случае, когда вы заказываете шоперы. Шоперы. Кстати, шоперы с драконами. Сейчас небольшое отступление. Они появятся. Но появятся чуть позже. Тут уже виновата я и немножко света, потому что январь в плане болячек нас очень сильно подкосил. Оплачивать вы все можете карты. Также там подключен Сберпэй, Эпплпэй. Если вы из другой страны, вы можете открыть любую карточку, выбрать, купить в другую страну. И там вам выпадет уже полностью развернутое окошко. И вы можете выбрать, какие вам товары нужны. Не переживайте. Для вас товары останутся по-любому. Ребята из-за границы. Потому что часть этих товаров под... Мы резервируем. Да, мы их резервируем, потому что мы уже по декабрю и январю понимаем, сколько людей из других стран у нас что-то заказывают. Попозже мы собираемся подключить возможность оплату банковской карты и для других стран. Но это не так-то просто оказалось, как мы думали изначально. Итак, что мы сейчас представляем вам в феврале? У нас остаток трекеров чтения, которые будут с нами до мая, наверное. До конца мая. Потом мы их убираем. И будут другие трекеры. У нас будут другие. В дальнейшем, когда у нас появится уже больше товаров, все лимитированные коллекции будут на отдельной страничке, чтобы вы видели, что у нас было. Это тот же самый принцип, как в некоторых книжных сериях. Все пронумеровано. И наше первое... Нет, нет, нет. Минутка. Технический перерыв. Минутка, ребят. Доставляем котика на другую половину подоконника. Иди, мой дорогой. Все, на месте. Продолжаем наш утренний разговор. Ой, как я напугалась. О чем я говорила? У меня куда-то сердечко в пяточке ушло. О чем мы говорили? Мы говорили про лимитированные коллекции, что на сайте будет отдельная закладочка. Эта страничка с лимитированными коллекциями появится у нас уже после мартовского запуска, когда там будут не только драконы, а кое-что еще. В мартовском запуске у нас будут шоперы новые. И я очень надеюсь, что мы успеем, да, и драконов туда сделать. Ну, давайте поговорим... Шоперы с драконами. Шоперы с драконами. Давайте поговорим о том, что у нас вышло в феврале. Как мы сказали, у нас на сайте сейчас шесть наименований товаров. Пять из них абсолютно новые. Шоперы – это все работы известных художников, и мы сделали сейчас упор на закладки. У нас получается четыре набора с закладками и один новый набор с открытками. Почему мы делаем все наборами по пять штук? У нас не будет возможности выбирать по штучно закладке. У нас такая концепция. Она нравится лично мне. Я люблю наборы. Я люблю, когда у меня есть что-то тематическое. Поэтому мы остановились именно на таком решении. Плюс еще, если у нас наборы в постоянных коллекциях будут упакованы в крафтовые конверты с нашей стандартной наклейкой, то наборы лимитированных коллекций мы для них специально придумываем какие-нибудь фишки с упаковкой. И продавать все это поштучно, тогда эти фишки с упаковкой и всякими разными штуками, которые туда вкладываются, она уже так просто не пройдет, ребята. Так что у нас концепция – это не просто так. Так, пять наименований с известными художниками. Все это находится в общественном достоянии. Мы за этим по-прежнему четко следим. Вообще на любой нашей продукции, когда вы вот здесь вот так вот ее поворачиваете, у нас здесь всегда написано, в каком году это напечатано и кто художник. Если это художник, с которым мы работаем специально, он разрабатывает для нас эту открыточку, то тут будет адрес этого художника. И опять-таки каждую карточку… Если кто-то понравится, сможете за этим художником спокойно следить. Когда вы открываете карточку на сайте, вы точно так же видите всю эту информацию. Итак, Светочка, давай, какие у нас наименования? У нас есть закладки с прекрасными, совершенно весенними, чудесными девушками Ханса Зацки. Они мне невероятно нравятся. И вообще Зацка – это тот художник… Мы их называем рококошными. Рококошными, да. Это художник, который изображал очень гламурных девушек. Это салонная живопись. Вот та самая легкая, фривольная, красивая, которую можно повесить в интерьер и любоваться ею. Мы для себя решили, что у нас будут коллекции, которые мы условно назвали «Сказки». И первая коллекция из серии «Сказки» – это «Спящая красавица». Здесь у нас пять закладок с пятью разными художниками. Все эти пять картин абсолютно разные, разных художников. Какие-то более серьезные, какие-то более яркие, какие-то более приглушенные. Но все, что их объединяет – это «Спящая красавица». Да, вот эта «Спящая красавица» – это, в принципе, одна из моих любимых картин. Она невероятно прекрасна. Я бы очень хотела увидеть ее когда-нибудь вживую. Этот условный запуск, который сейчас у нас представлен на сайте, я его называю, ну, условно тогда, конечно же. Условно-условно. Да, в ожидании весны. Он очень цветочный, он очень яркий и поднимает мне настроение в этом вот мрачном, вот пасмурном феврале, от которого уже хочется просто плакать. А я знаешь, как называю этот запуск? Я его называю «Затишье перед бурей», потому что в марте лично для меня там должна быть буря. Еще один очень красочный набор закладок уже с работами Эмиля Алана Сигю. У него совершенно потрясающие работы. Он работал одновременно в двух направлениях – это «Арнуво» и это «Ардеко». И его невероятные полотна… Они очень выглядят по-современному и даже чуть-чуть психоделически. У меня четкое ощущение, что это современный художник, но, тем не менее, это художник начала 20 века. Если Сигю – это такой взрыв цвета, это такая психоделика, то Мари Уолкот – это совершенно прекрасные, нежные, такие вот минималистичные цветы, которые вот хоть сейчас бери на татуировку на самом деле. Вот для меня подобный арт, он вне времени. Его могут нарисовать как сейчас, как и 100, и 200, и 300 лет назад. И у нас с Мари Уолкот, во-первых, набор открыток, а во-вторых, с уже другими ее картинами набор закладок. Но я бы не назвала все-таки ее работы картинами, это нечто другое, потому что Уолкот была натуралисткой, и она очень любила рисовать флору Северной Америки. Это ее было основное направление. А поскольку она натуралистка, то все это выглядит по-настоящему. Натурально. Вы можете изучать. Ой, мне очень нравится, как Света в этот раз вот придумала, что у нас, этого, наверное, будет не очень видно в руках, что у нас с другой стороны закладок такая бледная копия того, что впереди. На нашем сайте также обновилась информация по доставке и оплате. Вы можете пройти и почитать. Это очень, кстати, важно. И немножечко обновила Света информацию у нас. Там, во всяком случае, она уже сделала пометки, как мы будем на сайте называть постоянные и лимитированные коллекции. И еще раз, ребята, по доставке. Когда вы будете оформлять заказ, вы выбираете стоимость доставки, вы выбираете сами. Там указано две стоимости, исходя из того, что вы заказываете. Если вы заказываете только бумажную продукцию, закладки, открытки, трекеры и прочее, то есть это только бумага, то вы выбираете заказное письмо. Если же у вас в заказе есть шоппер, бокс, ну, сейчас, понятно, этого нет, там только бумажная продукция, поэтому все выбирают заказное письмо, но потом появится позже, мы еще раз об этом напомним, конечно же, то вы выбираете заказную посылку. Всегда вам будет предоставлен трек-номер. Сейчас мы себе срок сбора заказов ставим 5 дней, рабочих дней, так что не переживайте, если вам сразу там что-то кто-то не написал и не прислал трек-номер. Пока рук рабочих, вот вы видите эти рабочие руки, мы будем очень хорошо работать и стараться, чтобы сделать это все как можно быстрее. Потом дальше мы думаем о том, что надо как-то кого-то будет еще, наверное, к этому делу подключать. Очень надеемся, что наше небольшое обновление в магазине вам понравится. Мы с Катей с трепетом ждем 13 марта. По-моему, 13 марта мы запускаем свою лимитку. Но мы для себя поставили вот 13-15 число. Мы, конечно, очень хотели подгадать и сделать ко дню рождения, чтобы именно в свой день рождения, 3 марта, канала, да, официальное сделать открытие нашего магазина. Потому что декабрь – это пробный запуск, сейчас вот мы чуть-чуть дальше обкатываем систему уже того, когда сейчас идет оплата, как отправка, вот это вот все все равно. Нам надо это, я вот тот человек, что я, что Катя, мне надо все прочувствовать на собственной шкуре, я не могу сделать, вот я такая сделала и сижу, чего-то жду. И поплевываю. И поплевываю. Мне надо все, все этапы мне надо прочувствовать, прежде чем что-то вот решительно, окончательно делать. Даже цвет видео поменяла. Ну вот я такая молодец. И мы хотели 3 марта, но к 3 марту не успеваем чисто физически, именно за то, что январь месяц практически выпал из рабочей жизни. И поэтому у нас лимитка так вот на 13 марта сдвинулась. Но что мы решили? Мы решили, что мы все равно проведем эфир с днем рождения, тогда, когда будем запускать свою лимитированную коллекцию и представим ее официально в прямом эфире. Ну ничего же такого там, справляй день рождения на неделю позже. Мне кажется, это нормально. Вот Новый год нельзя справлять на неделю позже. День рождения справить никогда не поздно. Вот теперь, ребята, когда вы уже дослушали видео, можно идти в наш магазин и делать заказики. И не переживайте, если вдруг вам что-то не достанется, это все будет допечатываться, потому что это постоянные коллекции. И котики тоже обязательно появятся вновь. За котиков мне стыдно, просто невозможно. И на этой стыдной ноте мы желаем вам хорошего дня. До скорой встречи. Всем пока. Котики, пейте чаек и кофеек.